От пациентки. 28 декабря произошел перелом бедра, в больнице сделали КТ, сказали внутри кости есть опухоль. Отдали только диск, а для консультации с онкологами нужно описание КТ. Описание представленных КТ-томограмм пациентки 1953 года рождения от 7 января 2020 года. Область исследования, правый тазобедренный сустав, правое бедро, верхний 2 третьих, левого бедра в зоне сканирования нет. При анализе результатов москода использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерной реконструкции. При анализе данных выявлено. На 80 мм ниже большого вертела, в костно-мозговом канале определяется включение овоидной формы размером 26 на 15 на 10 мм, контур включения неровный, достаточно четкий. Нативная плотность плюс 60 плюс 98 хаунсфилда, плотность хрящевой ткани. Вокруг образования, зона деструкции костной ткани плотностью минус 12-33 хаунсфилда, с достаточно ровным и четким контуром. Картикальный слой кости интактен, явлений переостита нет, вздутия кости также нет. Ниже по кости, до 280 мм ниже большого вертела, определяются аналогичные включения, в количестве до 10 штук, меньшего размера, до 14 на 6 мм, часть очагов вытянутой формой, единичной размером 44 на 8 на 10 мм. В прилежащих тканях аналогичные изменения, кольца и фикатов в очагах нет. Мышцы мягкие ткани в зоне сканирования, без особенностей, визуализируются немногочисленные паховые лимфоузлы, размером 13 на 9 мм, единичной 22 на 14 мм. Свежие костно-травматические изменения не выявлены, анатомические отношения в суставе сохранены, явление субхондрального склероза перестройки суставных поверхностей, сужение рентгенологической суставной щели, уплощение крыши вертлужной впадины, явление остеопороза. Заключение КТ-признаки очагового секундарного характера, менее вероятная энхондрома, поражение правой бедренной костью. КТ-картина правостороннего коксартроза, остеопороза 1-й и 2-й степени. Для уточнения характера поражения рекомендовано МРТ с контрастированием, для уточнения распространенности процесса рекомендовано КТ легких и брюшной полости с контрастированием, МРТ малого таза с контрастированием. Консультация онколога. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.О.Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики с ГМУСИМ и Мечникова. Комментарий врач-рентгенолога. Собственно, перелома бедра я на представленных томограммах не увидел. В правой бедренной кости есть группа очагов неправильной плотности, вокруг которых определяется разрушение костной ткани, деструкция. Только по КТ без контраста, сложно точно сказать, что это за опухоль. Прежде всего, надо исключать метастазы. Для этого нужно обследование других зон, легких, живота, таза. Бедро лучше всего посмотреть на МРТ с контрастом. Там можно будет точно оценить накопление контраста опухолью и прилежащими тканями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...